МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Елены Решетникова. Главное сегодня. В Мордовии появится большое водохранилище. Как сообщает известие Мордовии, на реке Мокша проводится работа по устройству берега укрепительных дам на правом берегу реки. Мордовия примет участников 16-го всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Он пройдет с 4 по 7 сентября. Декоративное яйцо, украшенное стразами. В Уфсин Мордовии прошел второй этап смотра конкурса художественного прикладного творчества. Временно исполняющий обязанности главы Мордовии посетил ряд объектов, как связанных с предстоящим чемпионатом мира по футболу, так и возводимой для жителей республики инфраструктурой. За один день Владимир Волков побывал на большинстве важных для республики строек. От гостиничного комплекса «Тавла» до набережных и будущей поликлиники. Картина дня в материале Данила Порошукова и Алексея Буянкина. Первым делом временно исполняющий обязанности главы республики осматривает набережную реки в районе строящегося к чемпионату мира стадиону. Со старейшего Саранского моста открывается отличный вид на большую стройку. Работу на объекте, разбитой на 4 этапа, перевалили за экватор. Впереди выборка грунта, который остался здесь от минувших работ. С одной стороны, реку планировали убрать в бетон, однако проект пересмотрели в пользу озеленения. Прилегающая к стадиону территория превратится в полноценный парк, а соседство реки сделает объект еще привлекательнее для горожан. Любители истории смогут прогуляться по тому же старинному мосту, который уже в понедельник закроют, чтобы реконструировать. Русло вот в этой части, между двумя мостами, мост, который по-коммунистический, вот этот старый пособский мост, как мы его называем в городе, до 90 метров расширяется. Значит, делается набережная, обустроенная с инфраструктурой соответствующей. Жителям республики не придется ломать голову над вопросом, где оставить машину. Рядом с рекой нашлось место и для нескольких масштабных парковок, и для пешеходных дорожек. А сама зеленая зона, отмечают подрядчики, не просто будет выглядеть лучше, но и обойдется дешевле. А значит, средства можно будет направить на другие важные для республики проекты. Основной массив работ здесь планируют завершить к концу лета. Сроки здесь, они определены, ты должен просто усилить работу. Другое дело, удешевление идет. Ну и плюс еще к тому же, в принципе, георешетка, она... Она нормально смотрится. Там у нас будет зеленая зона, в георешетке она будет не хуже. Следующий пункт маршрута Владимира Волковой и многочисленной делегации чиновников и подрядчиков – гостиничный комплекс «Тавла». Четыре корпуса, предназначенные для туристов, растут буквально по часам. На нескольких домах уже хорошо читаются знаменитые мордовские звездочки. В их форме сделана крыша высоток. Видно и сбоку, но самый лучший вид, по словам подрядчиков, открывается с высоты птичьего полета. Так что оценить архитектурную изюминку гости республики смогут уже на подлете. Ну вот в таком состоянии, это основной. Семь этажей у нас в таком состоянии. Там полы, отопление все в палатке, здесь не в пенсии. Поэтому здесь остается почистить. Сейчас на этих объектах задействованы свыше 600 человек. В ближайшем будущем рабочих на стройке прибавится. Все для того, чтобы весь микрорайон был готов в кратчайшие сроки. Владимир Волков посетил и другие стройплощадки юбилейного. Целые кварталы тянутся к небу громадами этажей. Квартиры в высотках, расположенных в районе стадиона, уже практически распроданы. Владимир Волков подчеркивает, для людей здесь должны быть созданы все условия. Чемпионат пройдет, а наследие от большой стройки будет годами служить жителям республики. Сейчас территория вокруг возводимых домов завалена стройматериалами. В ближайшее время ее нужно облагородить, ставить задачу временно исполняющей обязанности главы республики. У нас один выход. Быстрее заканчивать кладку и убирать все. Это все же уберется. Это же плиты перекрытия все уберутся. Кирпич все уберется. Это все уберется. У нас основная масса строительных материалов, когда мы закончим кладку, они все уберутся. И тогда освободится территория. Нам вообще нужно освободить территорию к 1 августа. После строительной пыли лучшая награда – свежий воздух и прохлада от реки. С маленького пешеходного моста строительные площадки Юбилейного и уже готовые дома предстают во всей красе. Делегации обсуждают укрепление берегов и уровень воды в реке. При возведении микрорайона строители учитывают все нюансы, поэтому жители нового района Саранска могут не бояться подтопления. К тому же в ближайшее время русло реки прочистят. Уже сейчас, подчеркнул Владимир Волков, в районе набережной нужно высаживать деревья. Эта зона может стать еще одним местом притяжения жителей и гостей города. После чемпионата здесь нужно посмотреть, там метров 40, наверное, до дороги. Здесь спокойно можно, значит, различные аттракционы и все, там здесь отличное место будет. Но сейчас пока деревья посадить, пусть они принимаются, да, потом можно все облагородить, сделать парк. В районе продолжается строительство поликлиники и еще одного важного социального объекта – здания полиции. В первой версии проекта в юбилейном должно было разместиться РУВД. Однако стражи порядка решили перенести сюда главный штаб полиции Саранска. На месте будущего здания подрядчики уже готовят основания. Приложить усилий для того, чтобы к Новому году внешние работы были завершены, придется немало. Это вот, это абсолютно жестко, что, значит, ухо полностью кровлю, полностью внешнюю отделку и полностью благоустройство. Рабочая поездка завершилась там, где будет начинаться знакомство с Мордовией для сотен и тысяч туристов. Здание нового пассажирского терминала встретило делегацию рабочим гулом и прекрасным видом из больших панорамных окон. До конца лета здание будет полностью одето в стекло, а к середине осени завершится и само строительство будущего пассажирского терминала. Каждый час он будет способен принимать до 300 человек, а на период проведения чемпионата пассажиропоток вырастет до 600 человек в час. С таким объемом, уверяют подрядчики, терминал справится легко. Многие процессы здесь будут автоматизированы. Специальные коммуникации, обеспечивающие жизнедеятельность здания, уже установлены и готовы к работе. Осенью к новому зданию будет прилагаться и обновленная взлетно-посадочная полоса. Поэтому вид из окон терминала будет ничуть не хуже, чем в крупнейших аэропортах мира. Работа на объекте кипит, этапы стройки идут параллельно. Пока одни рабочие заливают лестничные пролеты, другие обшивают здание стеклом, а третьи ведут внутреннюю отделку. Параллельно у нас задача стоит, это огнезащита всего металла. Мы это понимаем, договора заключены, все это в работе. Рабочая поездка подошла к концу поздним вечером. А вот обсуждение ее итогов только началось. В тот же день в Доме Республики проходило расширенное совещание, на котором были детально проработаны все поставленные во время поездки вопросы. Данил Паршуков, Алексей Буянкин. Народные новости. В Мордовии появится большое водохранилище. Как сообщает известие Мордовии, на реке Мокша проводится работа по устройству берега укрепительных дам на правом берегу реки. Проект должен обеспечить предотвращение водной эрозии, связанного с ней выбытие из сельскохозяйственного оборота 500 гектаров ценных пойменных земель. В Мордовии появится водохранилище объемом 3 миллиона кубометров воды на Зареченском гидроузле федеральной собственности. Оно сможет обеспечить водой на орошение сельскохозяйственных земель площадью 3000 гектаров и послужит ускоренному развитию мелиорации. К 2018 году должен быть завершен подводящий канал и окончательно перекрыто русло Мокши. Река направится по другому руслу. 13 июля в республиканском пресс-центре журналистам рассказали о состоянии дел в АПК Мордовии. С подробным рассказом выступил министр сельского хозяйства Мордовии Владимир Сидоров. Растеньеводам удалось справиться с последствиями аномальной погоды весны-лето, а животноводы наращивают важнейшие показатели эффективности производства. Подробности в следующем сюжете. В начале пресс-конференции Владимир Сидоров озвучил главный показатель – стоимость валовой продукции сельского хозяйства в Мордовии за пять месяцев 2017 года. И это почти 15 миллиардов рублей. На 700 миллионов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Основную долю в этом показателе занимает продукция животноводства. Мясо скота и птицы в текущем году произведено на 8% больше, чем в прошлом. И этот рост планируется приумножить. К концу года в Мордовии заработают новые животноводческие площадки в Чамзинском, и Чалковском, Дубенском, Краснослободском и других районах. В производстве молока тоже прибавка. За шесть месяцев 2017 года надоили на 4000 тонн больше, чем в предыдущем. Отрадно то, что растет продуктивность. Нашего удойного стада она составила 200 килограмм за шесть месяцев. И если по тенденции смотреть, нам надо надоить в текущем году 400 килограмм, чтобы достичь 6-тысячного рубежа. О надоев 6 тысяч тонн с одной коровы речь идет не случайно. Именно такую цифру в качестве главной задачи поставил перед животноводами в своем послании руководитель республики Владимир Волков. Производство яиц неожиданно показало отрицательный результат и снизилось на 14 миллионов штук. Но в общем масштабе производства, за половину 2017 года 700 миллионов яиц, это снижение явно не носит глобальный характер. Посевные площади в республике увеличились на 7,5%. Конечно, свои коррективы внесла погода. Майская температура минус 7 градусов погубила 21 тысячу гектаров. Растения воды получили ущерб 338 миллионов рублей. Владимир Сидоров пообещал, что к концу года министерство постарается добиться компенсации этих потерь. Неожиданные погодные условия не оставят животноводов без кормов, как заверил министр. С учетом тенденции последних дней погоды, мы планируем тот рубеж по заготовке кормов. Это 700 тысяч тонн сенажа и 700 тысяч тонн силоса получить в текущем году. И, конечно, компенсировать отсутствие кукурузного зерна, это прощением зерновых кустов, пшеницы, чменя и овса. Успехи в сельском хозяйстве невозможны без повышения уровня жизни его работников. В первом квартале 2017 года средняя зарплата в отраслях сельского хозяйства составила 19 798 рублей. Это почти на полторы тысячи рублей больше прошлого года. В селах строятся жилые дома. В этом году это уже 12 тысяч квадратных метров и 180 семей, которые улучшили свои жилищные условия. Дом культуры в Качкуровском районе, ФАП и библиотека в Ордатовском. Эти и другие социальные объекты повышают не только качество жизни сельских тружеников, но, как следствие, увеличивают и показатели их работы. Ольга Ермакова, Максим Тузин, Станислав Семин. Народные новости. И в продолжение темы. Мордовия примет участников 16-го всероссийского конкурса на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. Он пройдет с 4 по 7 сентября. В республику приедут победители региональных конкурсов доеров. Цель мероприятия – популяризация передового опыта, внедрение в молочном скотоводстве прогрессивных технологий, повышение эффективности производства молока и совершенствование профессионального мастерства операторов машинного доения коров. Решение о выборе Мордовии в качестве организатора конкурса принято не случайно. В течение ряда лет республика демонстрирует рост производства сельскохозяйственной продукции. Сейчас в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах Мордовии производится 2% молока, 2,5% скота и птицы на убой, почти 4% яиц от общероссийского производства. При этом доля пашни составляет лишь 1% от пахотных земель России. Организационный комитет конкурса возглавил директор департаментов животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства России Харон Амирханов. Участники конкурса будут состязаться в пяти номинациях. Каждому предстоит ответить на 20 теоретических вопросов, показать умения по санитарной подготовке, разобрать и собрать доильный аппарат. Также судьи будут оценивать сам процесс доения, его культуру и гигиену. В рамках конкурса Минсельхоз России планирует проведение в Мордовии Всероссийского совещания по вопросам развития молочного животноводства и племенного дела. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. И еще в продолжение темы. АПК Мордовии из года в год бьет рекорды. Один из тех, кто вносит свой вклад в общее дело – Ренат Ибрагимов. Ветеринарный врач из Лямберя искренне любит свою работу и ни на что не променяет жизнь на малой родине. Подробнее в сюжете Марины Солониной и Владимира Надькина. День ветеринарного врача на селе начинается рано. Еще бы. Внимание и заботы ждут 700 пациентов. Коровы, телки, бычки. Каждому животному нужен свой подход. С самого утра – осмотр поголовья. Часто о заболевании можно догадаться по поведению животного. Пропал аппетит, мало дает молока, есть повод для тревоги. Мечта Рената Ибрагимова – чтобы все рогатые подопечные чувствовали себя хорошо. Для воплощения этой мечты в жизнь готов приложить все силы. Ну, с детства животные нравились. Вот, лечить. Как бы, жалко, когда животное болеет. Вот. Смотреть. Ну, как бы, вклад свой сделать в сельское хозяйство. Небольшой, но вклад. На ферме Ренат работает седьмой год. Вставать и ложиться затемно привык. О переезде в горы даже не задумывается. Здесь любимая работа, здесь малая родина. А скоро и собственный дом будет. Весной по программе устойчивой развитии сельских территорий ветеринар получил грант на строительство. Ренат Ибрагимов – не единственный молодой специалист, который воспользовался мерами государственной поддержки. Работники сельхозпредприятий за последние три года в 15-м году улучшили жилищные условия, получили субсидии 36 семей, в 16-м году 24 семьи и в 17-м году получат 17 семей. И это все наши работники, это ветврачи, агрономы, это наши все молодые специалисты, которые работают в разных сельхозпредприятиях района. Работать на селе непросто, но когда на малой родине есть садик, школа, хорошие дороги, когда после трудного дня возвращаешься в собственный дом, уезжать отсюда и впрямь не захочется. Марина Солонина, Владимир Надькин, Народные новости. А сейчас в эфире наша постоянная рубрика «Сделано». Мэр Саранска Петр Тултаев во время приема граждан узнает о многих городских болевых точках. Часть проблем решается практически сразу, остальные берутся на карандаш для дальнейшей работы. Итак, что на момент личного приема уже сделано и что еще предстоит? Остановимся на двух моментах. Слово Евгении Кострица. Уже с предстоящего понедельника увеличится число рейсов автобусного маршрута номер 4, который соединяет Саранска и поселок Гагарина. Пока в качестве эксперимента далее будет проанализирована рентабельность маршрута, исходя из полученных результатов, принято окончательное решение. Кроме того, в поселке в скором времени появятся центральные канализации и водоснабжения, которых раньше не было. Уже в этом году приступят к прокладке канализации и ее будут проводить поэтапно. Все необходимые работы по первому этапу будут завершены в сентябре. Работы второго этапа запланированы на февраль 2018 года. Один из приоритетных вопросов в городском округе сегодня – строительство дорог и тротуаров. Несомненно, асфальтовое покрытие должно быть не только на центральных улицах города, но и в поселках округа. В 2016 году в другом рабочем поселке Николаевка был проложен асфальт от поворота с улицы Мичурина на Полевую, но работы не закончены. На протяжении 507 метров осталась грунтовая дорога. Петр Толтаев работы по строительству этого участка дороги предварительно запланировал на сентябрь. В то же время на других улицах поселка, например Народный, полным ходом идет благоустройство и ремонтируются дороги. Евгения Кострица, Народные новости. Управляющая компания или ТСЖ. Кому доверить судьбу своего дома? Есть аргументы в пользу обоих вариантов. Давайте рассмотрим на конкретном примере преимущества товарищества собственников жилья. Главное условие – председатель должен быть активным. Клумбы с цветами, благоустроенные тротуары и дорожки, возле подъездов, на скамейках местные жители дышат свежим воздухом, смотрят за детьми. Наступило долгожданное лето. Теперь все свободное время можно проводить на улице. Приятно, когда двор ухожен и все пожелания жильцов выполняются. Мы сами можем выбирать себе какие-либо организации, которые выгодны, например, жильцам по цене. Можем определять виды работ, которые нас интересуют. Например, нам нужен был цветник, мы его сделали. Захотели жильцы окошки, тоже все это было сделано. И надо еще отметить, что тарифы у нас одни из самых низких в городе, так как несколько лет уже они не повышались. Работаем мы, естественно, на благо нашего дома, потому что по-другому никак мы болеем за наш дом. Всего через полтора месяца для тысяч первоклашек начнется интересная и ответственная часть жизни – школьные годы. Останутся ли они и хорошие воспоминания во многом зависит от педагогов. Самая большая ответственность на учителях начальных классов. Им предстоит встретить вчерашних малышей, привить любовь к знаниям и интерес к учебе. Если второй мамой станет такой учитель, как Елена Великанова, успех обеспечен. Подробности в сюжете Максима Тузина и Сергея Соколова. В ее трудовой книжке указано только одно место работы – 32 года, 8 выпусков, более сотни учеников. Все с благодарностью вспоминают первые школьные годы и свою вторую маму – Елену Александровну. Именно ей доверяют воспитание теперь уже своих детей. Непростое призвание Елена Великанова выбрала не случайно, следуя семейной традиции. Профессия пришла очень давно. Моя мама была учителем начальных классов. И, по сути дела, с шести лет я сидела у нее на задней партии. И, по сути дела, уже была в профессии. Я никогда не страдала от того вопроса, который был перед всеми – кем стать. Я всегда знала, что я буду учителем. Так получилось, что мы приехали в Луховку в 1975 году. Я закончила свою Луховскую школу, именно эту школу, перед которой мы стоим. Поступила в педагогический институт и вновь благополучно вернулась в свою родную школу. И вот уже 32 года, по сути дела, 33 год я работаю в своем лицее. С гордостью рассказывает педагог об успехах выросших учеников и о собственных детях. Дочь окончила театральный вуз в Санкт-Петербурге. Сын – главный агроном стадиона «Старт». Руководит подготовкой полей для тренировок сборных перед чемпионатом мира. Быть хорошим педагогом и хорошей мамой одновременно непросто. Но Елена Александровна справляется. Теперь, когда свои дети выросли, еще больше внимания получается уделять ученикам. Дети ее уважают и любят. На экскурсии мы часто ездили с нашей учительницей. Она на нас мало ругается, только когда за руем. Елена Александровна – гордость лицея. Помимо работы успевает принимать участие в общественной жизни. Коллеги знают ее как человека, готового помочь в трудной ситуации, поддержать советом. Руководство лицея ценит за высокий профессионализм и ответственное отношение к любым взятым на себя обязательствам. О ее профессиональных качествах говорят ее многочисленные победы. Это приоритетный национальный проект. На разных уровнях, начиная от муниципального, заканчивая уровнем всероссийским. Она является заслуженным учителем Республики Мордовия. В этом альбоме память о каждом из 32 лет работы. Фотографии всех ее учеников. Вчерашние выпускники пятиклашки разглядывают их с любопытством. Елена Александровна с легкой ностальгией. Впрочем, педагог уверена, и новые первоклашки не разочаруют. Каждый ребенок талантлив. Главное, вовремя распознать и начать развивать его способности. А уж эта задача Елене Великановой точно под силу. Ольга Ермакова, Максим Тузин, Сергей Соколов. Народные новости. Декоративное яйцо, украшенное стразами. В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Мордовии прошел второй этап смотра конкурса художественно-прикладного творчества. Конкурс проводится в целях самовыражения, проявления индивидуальных талантов и творческих способностей, профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных учреждениях подведомственных УФСИН России Преспублики Мордовия. На второй этап было представлено более 40 работ осужденных. По итогам смотра конкурса лучшими были признаны работы «Картина алмазной вышивкой маки», «Мягкая игрушка ежик-мордвин», «Картина домик у горы», «Две игрушки куклы-мордовочки», «Картина московский дворик» и «Декоративное яйцо», украшенное стразами Шахерезада и Космос. Театральный сезон давно подошел к концу, но в малом художественном альтернативном театрике работа в самом разгаре, как творческая, так и ремонтная. Актеры своими силами придают облик своему новому дому. О новоселье и планах на предстоящий театральный сезон нашей съемочной группе рассказал художественный руководитель МХАТИКа Сергей Сенечев. Сергей Юрьевич, совсем недавно МХАТИК официально переехал в новые стены. Конечно же, мы вас поздравляем с новосельем. Наверняка для вас это большое событие и большая радость, ведь до этого 6 лет вы репетировали и выступали на сцене Дворца культуры и искусств МГУ имени Огарева. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями вашими по этому поводу и на каком сейчас этапе готовность здания. Ну, во-первых, спасибо за поздравление. Действительно, для нас это такой маленький праздник был. Мы окончательно обрели свои стены. Мы теперь постоянно здесь. Мы не сидим на двух стульях. Здание в прекрасном состоянии. Другой вопрос, нужно превратить его внутренние интерьеры в театр. Зрительный зал, гримерку, костюмерку и много-много-много чего. Вот помещение для занятий в детской студии «Синяя птица» мы уже привели в порядок и, скорее всего, на днях буквально начнем с детьми работать, потому что с детьми мы будем готовить аж два спектакля для нового сезона. Мы же театр, который позиционирует себя как еще и детский театр, и молодежный, и детский. У нас замечательная эта команда детская. Я к тому, что ребята боевые. Они мне нравятся, они нравятся публике, они нравятся себе. И вот с ними будем работать спектакли уже завтра, послезавтра, послезавтра. То есть параллельно идут ремонтные работы. Там сейчас как раз варят сцену, каркас для сцены. Шьется параллельно уже одежда. Ну, чуя вам эти все скучные вещи рассказывать. Там работают, и мы работаем уже торчески. Сергей Юрьевич, а что ждет зрителей и поклонников «Мхатика» в новом театральном сезоне? Мы будем делать «Маленького принца» с детворой. Есть еще три спектакля, которые сейчас в работе. Но я не хотел название оглашать. Пусть сохранится интрига. Но в сентябре попробуем уже пригласить зрителя. Полную версию интервью смотрите в программе «Культура. Итоги» в субботу в 18 часов. Кадровые изменения произошли в судейском корпусе российской футбольной премьер-лиги. По их итогам, один арбитр из Саранска, Александр Егоров, ушел на повышение в Российский футбольный союз. А второй, Сергей Куликов, продолжит судить матчи стартующего чемпионата страны. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза ранее возглавлял Алексей Николаев. Он покинул свой пост по причине возвращения к активной судейской работе. Александр Егоров, напротив, ее закончил, поэтому занял вакантный пост. Таким образом, судить матчи стартующего выходные чемпионата будет только один арбитр из Саранска, Сергей Куликов. На этом пока все. Впереди еще прогноз погоды. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова